Что это у тебя за костюм такой, Серёж? А шапочка у тебя есть? Класс! Такой прикольный! Что у меня тут есть ещё? Ничего По носу согни полосочку Ну всё Ого, прямо секси And I know it Такс, ну что, ты готова? Давай фиксовать Я готова и хочу Arbaiten Какая агрессивная Такс, окей, хорошо Что тут у тебя? Это праймер двухкомпонентный Мне кажется, лучше купить одни нормальные перчатки, чем целую тонну вот этих говняных Ничего, наоборот, так удобно поработала Она вся в эпоксидке или в каком-то говне Взял нормальные перчатки Ну вот с цитону её разъедают Ну вот с цитону Может, надо было другие брать Это же эти, как они Ну, нейтрильные А есть ещё там латекс А чем ты будешь? У нас есть Может, надо было всполтать? Да Совершенно верно Но у меня есть специальная штука для взбалтывания Да что это за штука? Дрель Сейчас приду Прямо как для блинов замес Так и есть Выглядит конкретно Так вообще, высокохудожественно там внутри получилось Здесь, короче, это оба, это праймер Просто двухкомпонентный Ооо Это нам сейчас это всё замешивать надо? Ну, так же Там их надо смешать просто один к одному и всё А мы сегодня всё используем? Я думаю, да, но мы всё мешать не будем Я думаю, он был очередной Тебе и мне Дели Ну что? Можем идти Пошли рисовать Давай, я посмотрю, как ты это делаешь Я думаю, ааа, ты с этого решил начать Я просто посмотрю здесь, как он Слушай, а мы его не обмывали Получилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта синяя полосочка Это мы ободрали Аракал И тоже прогрунтовали И туда пойдет черная специальная краска Вот так вот лодочка приобретает свои черты Красотка Ну и радар А киль какой Чего это у тебя за баночка сет Вот это обрастайка Этот кран еще у нас перебивается Короче Вот она вот такая красивая Покажи этикетку А я показывал Там внизу медь Находится Ну или ее там какой-то Ты одну показываешь? Да, я сейчас одну Я думаю одной нам хватит Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот мы уже и покрыли первым слоем антиобрастайкой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Диночка, ты устала? А? Устала? Руки устают очень сильно от этой штуки, да? Угу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Довольная такая художница Сразу видно творчество, смотри, а? Пригодится! Повезло тебе, Гатунь! Очень ты безлучший! Здесь красочка, которой мы будем сейчас красить полосочку Почему она не открывается? Так, ну что, я не знаю, сколько нам ее нужно будет Вот она 50 на 50, ну столько или больше? Ну давай пока столько Ее просто нужно будет замешать Сейчас здесь четверть литра, 250 То есть 250 сюда еще нужно так, чтобы до 300 До 300, да До 300 с копейками Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, тут до воды Фиг знает сколько метров, наверное, 20, может даже больше У нас наш шланг, который находится на лодке, он метров 15 То есть его хватает тут ровно по длине лодки Мы зашли в магазин И купили вот такие вот шланги И под них вот такие офигенные штуки Из, не знаю, из чего они сделаны Из бронзы, наверное Латунья, латунья Как ты знаешь? Ну, бронза более оранжевая А вот это латунья Короче, из латуни вот такие штуки мы купили И обычно они все идут из пластмассы А здесь именно офигенные такие просто крутые Давайте их сейчас соберем Итак Откручиваем Надеваем Вставляем Ой Это сложная система такая Офигенные вот эти штучки Они стоят там 3-5 евро Но это реально круто работает Смотрите Здесь идет обжимка Но это стандартно Но это вот оно такое надежное Теперь обратную сторону Сюда Все У нас получился уже шланг длиной 40 метров Потому что каждая из вот этих вот штучек была по 20 метров Но это еще не все То есть вот они отлично держатся Надо проверить под давлением Под давлением я уверен, что здесь будет все в порядке Но мы еще проверим Потому что все люди ошибаются Так, далее Вот эти вот наконечники Тоже сделаны из металла А никак не из какой-то фигни Вот мы их так одну в другую вкручиваем У нас получается такой крутой переходник И вот эти идут со стопом Видите? То есть если идет давление И на них ничего не вставлено То они закрывают И вода не идет Так, ну это мы делаем сейчас для того Чтобы на обратную сторону Было удобно подключить какое-то Какое-либо устройство То есть вот так вот мы это Это сюда Причем везде есть эти резиновые уплотнители Клево Нравится Крово Пера Как в компьютерной игре Так, вот это вот наш Здесь проверяем Есть ли резиночка внутри Ну резиночка есть Так, это кверху Так Здесь даже есть ключ Но тут все руками зажимается Так, проверяем Так, вода есть Отлично Теперь берем Подключение Делаем вот так Вот эту штуку Открываем Надеваем Проверяем Отлично Идем дальше Второе соединение Второе соединение Это наш старый шланг Вот с таким наконечником Ну что, проверяем Опачки Ну, значит переделаем Выключить Вот у нас баллончики Заправили Заправили Мартининг Мартининг 18 евро А здесь, насколько я знаю То ли 6, то ли 7 долларов Не помню В общем, где-то вот так То есть значительно-значительно дешевле Место, где у нас хранятся баллоны Какая там ржавчина Вот я сейчас взял кислоту Это гидрохлорик Эсид И сейчас я тут Вот Стенки Все Видите, как его отмывает Ну, короче Сейчас я это все здесь намажу И буду ждать Так, у нас следующая задача Мне нужно отполировать винт Чтобы покрасить его специальной краской Короче, вот у нас есть Основная часть винта Ну, и вот сейчас буду его Приводить в порядок Видно вот эти раковины Наверное, кавитационные Короче Это все фигня Конечно, шуруповертом Это все делать Достаточно проблематично Вот сейчас, наверное, возьму дрель Которая чуть помощнее У меня есть еще такая же Щетка для болгарки Но болгарка слишком шумная Я ее очень не люблю Поэтому обычная дрель Вполне прекрасно с этим справляется Так, вот у нас получился Вот такой вот Вернее, вот такая вот Часть винта Сейчас Наберем Стина Это такая штука Типа Ацетона Ну, в общем, вот так А вот теперь Ацетон уже испарился И мы берем вот такую краску Это именно для пропеллеров И поехали Так Дехали дальше Хабар Хабар Как обычно Обливаем это все Стинаром Потому что Когда я сверлил Может быть немножечко ВДшки На нем осталось Короче Ждем пока Оно все Стечет И после этого Красим Есть немножечко пузырей Но вот как ни странно Вот они все разглаживаются И уходят Но мы еще это все покроем Несколькими слоями Что у нас здесь Ну, вот это вот уже Наверняка не отшкрябается Но Может быть со временем Так несколько раз Если кислотой промывать То будет нормально А так, в принципе Чистый Относительно Рундучок Для Газа Сейчас мы его сюда поставим Этот газовый баллон Одевается вот так Есть такая жабка Она вот так нажимается Вот так Одевается сверху И так вот Чик Отпускается Все Баллон подключен Ну Вот у нас прошел Очередной день Я, конечно Хотел бы вам показать Что мы сделали За этот день Но оно На камере выглядит Совершенно неэффектно И совершенно неинформативно Я вам показывал В прошлый день И вот вы видите У нас Лодка стоит Без изменений Но на самом деле Изменений очень много Мы в эту лодку Положили еще один слой Антифолинга И еще один слой Вот этой вот полосочки Которая идет по борту То есть Я мог бы поставить камеру И мы бы что-то мазали Черное по черным Но вы же понимаете Что видно Это совершенно бы не было Поэтому Я считаю Мы заслужили Бутылочку пива И А Вспомнил Идем тебе покажу Что мы сделали Таки Короче Мы же покрасили Винт Вы видели Мы его Погрунтовали Вернее как Мы его покрасили Почистили И вот он у нас сохнет Висит вот такими вот Красивыми Прямо как вобла сушеная Ну и соответственно Стоит, сохнет Вот эта вот штука И вот когда она высохнет А нужно еще Наверное Денечек Для этого Мы его просто Соберем Обратно Но это уже естественно Я вам буду показывать Поэтому Заслуженный отдых Ну и Завтрашний день Покажет Кто где Красил винт Субтитры сделал DimaTorzok